Всех приветствую! Юрий Шулипов с вами! Сегодня 24 августа 2019 года, великий праздничный день независимости Украины. И я всех своих зрителей и подписчиков поздравляю с этим великим общенациональным праздником. И сегодня я хотел бы обсудить основные национальные идеи Украины. Ну, вообще, что касается национальных идей. Национальные идеи бывают разными. Есть, например, национальные идеи, такие как здоровая жизнь, консервативные семейные ценности, саморазвитие, обучение, изучение национального языка. Ну, в частности, у нас язык один национальный, государственный, это украинский, украинская мова, изучать украинскую мову и так далее. Это, понятно, все национальные идеи, но они носят частный характер. А я все-таки хочу поговорить о тех национальных идеях, которые носят именно общенациональный характер или, скажем так, общегосударственный. И, более того, раз мы говорим об общегосударственном, национальном характере, то эти идеи должны определить, в конце концов, место нашей страны, Украины, в системе государства и международного права. Кем будет, в конце концов, Украина? Ведь чем важны идеи? Идеи действительно движут миром, на самом деле. Бабло и все остальное, человеческий фактор и так далее, это на самом деле все вторично, но идеи, это всегда первично. Есть национальные идеи ложные или губительные. Ну, я вот приведу пример, это существующая идея договариваться с Россией, со страной-агрессором, на условиях страны-агрессора. То есть, иными словами, торговать перед Россией суверенитетом. Вот это абсолютно ложные, пагубные, это лжеидеи, которые губительны для Украины и всего украинского народа. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас хотелось бы мне озвучить именно 10 основных идей, на мой взгляд, которые, значит, с учетом, опять-таки, исторической миссии Украины, исторического опыта, национального менталитета большинства украинцев, сделать так, что наша страна станет, наконец-то, все-таки полноценнейшим субъектом международного права и даже, во многом, лидером. Итак, идея номер один. Путь к свободе, независимости и суверенитету через право, честь и труд. Эту идею я сформулировал еще, кстати, в самом начале Евромайдана. В чем заключается эта идея? Путь к свободе, он всегда тяжел, исторически, сопряжен с жертвами и прочими различными потерями. Но, если действовать через право, честь и труд, то этот путь будет, на самом деле, менее обременительным. Почему? Потому что, вообще, мир сам по себе, как и государство, он состоит из определенного набора правовых норм. И поэтому, если их соблюдать, требовать соблюдения этих норм от других, уважать себя, свою честь и достоинство, а также других людей, трудиться, то тогда неминуемо все получится. Пункт два. Это вторая национальная идея. Неотвратимость и строгость наказаний для всех российских военных преступников. Почему эту идею я поставил на второе место в перечне своих идей? Потому что, вообще, известно, что путинское руководство, путинское чехиско-фашистское ОПГ, которое сидит в Кремле, у нее одни планы. Это уничтожение Украины как субъекта международного права, а вместе с ней украинской нации, культуры и всего остального. Потому что у Путина и там, на России, в Мордории мы очень часто слышим, что, говорится, у Украины нет государства, украинцев как нации вообще не существует. И это просто недоразумение, которое там когда-то якобы большевики создали и всякий прочий различный пропагандистский бред. Это свидетельствует о том, что путинская, российская агрессия будет продолжаться. Я, кстати, более того, хочу заказать, забежать вперед в более глобальном плане. Даже если не будет Путина, то российская агрессия против Украины все равно будет продолжаться. И всегда все основные современные международные войны, различные международные военные конфликты заканчивались осуждением тех военных преступников, руководителей стран, которые эти войны развязывали. И поэтому всегда смотрите, есть ли приговор суда, именно международного уголовного, трибунала и всякого прочего. И поэтому, естественно, российская агрессия против Украины закончится только окончательно в исторической перспективе. Ее можно будет закрыть, этот вопрос. Кейс российской агрессии, иными словами, да, я скажу проще. Кейс российской агрессии против Украины будет закрыт только после вступления в законную силу обвинительного приговора международного уголовного гагского суда против Путина и всей вот этой его чекистко-фашистского ПГ. А также подавляющего большинства российских военных преступников, которые тем или иным образом воевали, либо совершали иные преступления против Украины и украинского народа. Ну, помимо Путина и исполнительного преступления министра обороны Сергея Шойгу, министра, на самом деле, Сергея Лаврова, представителя России в Совете Безопасности ООН, существует также еще 161 российский сенатор, которые 1 марта 2014 года дали Путину согласие на использование российских войск на территории всей Украины. Потом еще 445 депутатов Государственной Думы, которые под оголтелые вопли одобрили, значит, принятие законов об аннексии Крыма, так называемых, то есть установили аннексию. И 19 судей Конституционного суда России, которые подменили, назвав бумагу, подписанную Путиным и его марионетками Аксеном Константиновым Чалом в Кремле 18 марта 2014 года, международным договором. То есть это все субъекты, значит, покушения на территориальную ценностность Украины, используем своего служебного положения, и лица, которые вообще ответственны за развязывание российской агрессии против Украины, безусловно, все они должны быть покараны и наказаны. И к этому нужно стремиться. Вот я, в частности, 19 августа сего года подал на них заявление о службе безопасности Украины, и я также буду добиваться, помимо возбуждения уголовных дел против них, объявления их в международный розыск, и потом в дальнейшем, но это, конечно, очень тяжелая процедура, которая требует как от украинского государства, так и от, в общем-то, меня, потому что я как субъект уже вот этого процесса, значит, специальных знаний, это арестовывать имущество российских депутатов, судей Конституционного Суда, всех вот этих российских военных преступников на территории Европейского Союза и в Соединенных Штатах Америки, потому что среди вот этих депутатов куча долларовых миллионеров, которые имеют имущество, активы, финансы и все прочее, как в Евросоюзе, так и в США, и вот в рамках, есть такое понятие, как вот меры обеспечения по уголовному делу, в рамках вот этих обеспечительных мер надо искать по всей Европе их имущество, арестовывать, и, кстати, вот более того, я хочу сказать, именно вот, значит, реализуя принцип неотвратимости наказания за преступление против Украины, мы таким образом не допустим российскую делегацию в ПАСЭ, почему? Потому что, когда России позволили вновь находиться в ПАСЭ, те же самые преступники, там, Толстой и прочие, кто голосовали, поддерживали анексию Крыма, они же туда сейчас и вернулись. А если они будут находиться в международном розыске за свои преступления, и Украина инициирует вот это расследование по линии Интерпол, то тогда они не попадут физически в ПАСЭ, они будут прилетать в Брюссель, их пограничная полиция будет задерживать и передавать в Интерпол. Вот, то есть, поэтому они там физически в ПАСЭ не могут находиться, не будут находиться, потому что их поставят в Украину. То же самое касается и 19 судей Конституционного суда России. Иногда очень редко, понятно, сейчас они и в научный залятся, но иногда очень редко они на какие-то там в третьи страны летают международные там круглые столы и так далее. И здесь тоже они дальше России не будут выезжать, потому что, ну, по страхам быть арестованным, а если их арестуют, ну, это отлично, хорошо, потом на, значит, украинских военнопленных будет, как говорится, дополнительный повод для обмена. И все, поэтому это замечательная идея. И более того, я хочу, значит, привести советский опыт, хотя я сам антисоветчик, я не люблю и ненавижу Савок, но есть положительное, что взять у Савка. Еще в 1942 году, когда был неясен исход Второй мировой войны, Гитлер и его, значит, гитлеровская коалиция находились в самом, значит, разгаре вторжений на Советский Союз. В Советском Союзе была учреждена комиссия по оценке ущерба, значит, немецко-фашистских злодеянец Советскому Союзу. И я хочу сказать, что именно акты вот этой комиссии, которая была учреждена при СССР, стали в дальнейшем великолепными доказательствами на Нюрнбергском процессе над Гитлеровской Германией. И то же самое, конечно, нужно и здесь сделать, в Украине обязательно. То есть должна быть какая-то комиссия созданная по оценке ущерба, причиненного российской агрессией, которая может систематизировать судебные решения, привлекать каких-то экспертов, то есть поддерживать. Либо другой вариант, и я опять-таки уже вот пять лет здесь хожу за него агитирую, создать при службе безопасности Украины отдельное управление с численной штатностью примерно около тысячи следователей для того, чтобы это управление расследовало военные преступления России против Украины. Преступление агрессии, то есть анексию Крыма, агрессия, которая там идет на востоке Украины, оккупация Донбасса и так далее. Для этого действительно нужно тысячи следователей. И, кстати, я еще очень приветствую вообще вот просто вот всеми руками и ногами за ратификацию римского статута Международного уголовного трибунала. Я пять лет добивался и везде писал и выступал здесь, что римский статут необходимо ратифицировать. И вот уже, насколько мне известно, скоро соберется новая избранная Верховная Рада. На первых же заседаниях, так полагаю, будет принят законопроект о ратификации римского статута. И таким образом, для Украины это плюс. Плюс Украина фактически таким образом вынудит Международный уголовный суд в признательство своей территории и провести, значит, качественное расследование всех преступлений Путина в Крыму и на Донбассе в том числе. Плюс того, Украина получит право своего представительства в Международном уголовном трибунале тогда, когда у него ратифицирован будет римский статут. И это тоже классно, потому что таким образом Украина сможет влиять на деятельность Международного уголовного суда. Но опять-таки перспективы здесь все, как говорится, в руках Украины. Что если Украина расследует вот эти тысячи уголовных дел против российских агрессоров и вот этих всех подонков, которые там в суде конституционного суда, там депутаты Госдумы, которые умышленно регализовали аннексию, то, естественно, от этого зависит качество приговора Международного уголовного суда. И, в принципе, через 3-4 года нормальной работы Международного уголовного суда, Международный уголовный суд может выдать ордер на арест Путина. То, чего, собственно говоря, нужно и нам всем додобиваться. Пункт номер 3. Ну, опять-таки, эффективная внутренняя и внешняя политика, основанная на диктатуре законов, нормах международного права и защиты национальных интересов. Ну, этот пункт, опять-таки, вот эта национальная идея, Ну, то есть, любая политика, которая идет внутри Украины, я, ну, начну, так сказать, уже летом, практически скоро будет юбилей, на встречу, значит, в Брюссель по поводу, значит, 70-летия выставки Путина с одной стороны под давлением и с другой, его так называемых западных партнеров. Ну, понятно, что там в политике партнеры только такие, так сказать, они в кавычках. То есть, после этого представители российской оккупационной администрации никакой самостоятельности абсолютно, то есть, как им скажут, там, кураторы со старой площади из Кремля, значит, заставки. Минский, нормандский формат, это фактически вот то же самое, что вы вышли на улицу, встретили какого-то там прохожего, о чем вы забыли, о чем договорились. Вот то же самое, вот так. Продолжение следует... 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 Но другое дело договоренности в рамках формата Будапештского. Ведь обратите внимание, что Будапештский меморандум гарантированная территориальная целостность и политический институт Украины. Что такое Будапештский меморандум? Это гарантии, которые получила Украина от участия в международной сделке по передаче ядерного оружия России под гарантией территориальной целостности и политического суверенитета и не вмешательства внутренних дел со стороны трех стран. Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России. То есть это присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия под гарантией Будапештского меморандума о соблюдении территориальной целостности, не вмешательства во внутренние дела, уважения границ и всего прочего. То есть за все хорошее против всего плохого в обмен на сдачу России ядерного оружия. Все. И это базовая ценность. А я хочу сказать так, что здесь международное право, идет речь, это базовая ценность в том числе и потому что, посмотрите, аннексия Крыма и вторжение России на Донбасс, оно помимо базовой ценности международного права, там были нарушены, естественно, все 10 принципов международного права. Также был нарушен режим нераспространения ядерного оружия, это важно, и международной ядерной безопасности. Потому что после аннексии Крыма, увидев такую ситуацию, ни одна страна в мире не захочет под какой-то меморандум, под какой-то договор, передать свое ядерное оружие третьей страны после этого. И сейчас, обратите внимание, с 2014 года, наоборот, в мире пошла гонка вооружения. То есть договор ДРДСМ, все, он уже, как говорится, умер. Следующие договора сейчас умирают СНВ, и, значит, опять-таки гонка идет по полной программе. Поэтому в любом случае Украине необходима своя, значит, внешняя политика. Ну, мы, кстати, по поводу внешней политики чуть позже вернемся, потому что у меня же все идеи, они в комплексе взаимосвязаны национально. Поэтому мы, естественно, значит, еще их озвучим. Значит, четвертая национальная идея – эффективная административная судебная реформа, деолигархизация всех отраслей. Ну, я, наверное, экономя ваше время, все-таки озвучу и рассмотрю ее во взаимосвязи с пятой национальной идеей – это создание современной, инновационной, конкурентоспособной, либеральной экономики. Почему? Потому что, ну, вот я хочу привести пример. Опять-таки, он вытекает из того, что в Украине не было своей внешней политики все вот эти годы, основанные на принципах международного права и защиты своих национальных интересов. То есть, к чему это все пришло? И почему, значит, вот вы скажете, почему нет административных реформ? А, и судебных в том числе. А потому что приезжали европейцы, они сюда вкладывали небольшие средства, и все политические режимы, фактически, они проводили только косметические реформы. То есть, они делали реформы только в тех объемах, которые необходимы для их выживания и обогащения здесь, в Украине. А иностранцы каким образом? Может быть, они где-то как-то с ними делились, так далее. Очень часто, и в том числе, вот я с коллегами общаюсь, с иностранными экспертами, они здесь в Украине экспериментировали. То есть, у Украины для них это было в чем-то поле, для них как административных экспериментов. Падет ли, например, та или иная их инновация в области государственного управления, и как она отразится, и так далее, они просто за этим все наблюдали. И поэтому складывается парадоксальная ситуация. Был режим Януковича, иностранцы вкладывали деньги в реформу, и хвалили, поговорили, что слушайте, ну все классно, замечательно. Потом режим Януковича прошел, значит, иностранцы стали те же самые критиковать, сказали, да фигня, у вас никаких нет административных реформ, это все фикция. И, кстати, самое главное, они правы, вот, сами критикующие. И такая же ситуация сейчас, вот, режим Петра Порошенко, он был, ушел, значит, нам тоже при Петре Порошенко сказали, что провели, значит, 144 реформы каких-то, которых никто не видел нигде, они, в общем-то, не записаны, вот, непонятно, что это за такое 144 реформы. Вот, а теперь же те же самые иностранцы опять говорят, что, слушайте, да у вас коррупция, элигархат, паханат, договорники, невозможно в Украину вкладывать какие-то иностранные инвестиции, потому что не работает верховенство права. Предприниматели иностранные не могут тут себя защитить, какие к черту реформы, ничего у вас не было. Вот, поэтому, действительно, я считаю, что, вот, в новой команде Владимира Зеленского следует взять опыт, именно позитивный, как делается реформа. Берется позитивный опыт, не надо брать, там, опыт Польши, там, Чехии, вот этих стран-пуссовков. Берите сразу опыт Великобритании, Франции и переносите его сюда. Все, на самом деле, давным-давно уже продумано. Создавайте систему такую, которая уже есть, система органов власти, правовые институты, как есть и работают по Франции и Великобритании. Это, я считаю, одни из лучших, из лучших, можно брать, конечно, что-то какие-то, значит, новации США применять, да, чем больше мы возьмем лучшего, тем лучше, как говорится, для нас. Но, только важно, опять-таки, если мы вернемся к идее, значит, номер один, это вот к свободе, независимости через, там, право, чести и труд, и, опять-таки, эффективная внутренняя политика, да, которая основывается на диктатуре закона. То есть, если все эти реформы будут обеспечиваться под контролем, там, в том числе, от сходования бюджетных средств, и, скажем, там, иные формы контроля будут со стороны высшего политического руководства, то тогда, конечно, страна будет иметь успех в этих реформах. Такие реформы можно назвать, действительно, успешными и отвечающими национальным интересам. Вот. А что касается диалегархизации, да, действительно, диалегархизация, это еще какой-то здесь азиатский, это настоящая азиатщина, это чисто вот такой азиатский элемент отсталых каких-то вот банановых республик, когда вместо классического, ну, вот, в каждой стране, это всем общеизвестно, существует три ветви власти. Законодательная, которая пишет законы, исполнительная, которая исполняет это, там, правоохранительные органы, там, министерства, ведомства и все прочее. И судебная власть, которая судит. Ну, и над всеми этими властями, как некий арбитр, возвышается президент. Но президенты в демократических странах по конституции, они в основном занимаются вопросами внешней политики, не главной. А вот тут и не политики, они так, постолька, поскольку, в основном, там, являются какими-то формальными, там, продолжителями исполнительной власти, но не более. Так вот, а когда в Украине один олигарх имеет свои депутатские группы, телеканалы, министров, там, судей, монополий, там, различные холдинги, вот, влияет таким образом на политику, то это, получается, перекос, это искривление, которое в дальнейшем просто порождает остальные негативные последствия, такие как коррупция, договорники, неспособность Украины защищать себя на внешнеполитической арене и так далее. То есть это, в конце последствий, идет вот к удовлетворению самого олигарха, каких-то различных групп влияния, которые вокруг него начинают образовываться, они все замыкаются на каких-то личных интересах, и это угубит любую национальную идею. Поэтому от этого, естественно, нужно избавляться, географизация должна быть в Украине во первых рядах. Вот, и создание современной инновационной конкурентоспособной либеральной экономики, пятая национальная идея. Эта идея без четвертой идеи невозможно реализовать, потому что олигархизация, точнее олигархизация, олигархия, несовместима с современной инновационной конкурентоспособной либеральной экономикой. Ну, объясните, но если в Украине нет фондового рынка, не работают биржи, какая, к чертову матери, может вообще в стране быть экономика в 21 веке? Естественно, нужно олигархат демонтировать, то есть отсечь его, сделать так, чтобы в силу закона были приняты нормальные законы, нормальные темнопольные законодательства, которые бы не позволяло олигархам влиять на политику и средства массовой информации. Отстраните их оттуда. И тогда у Украины сразу появится шанс построить нормальную современную инновационную экономику, открыть тут криптовалютные биржи, фондовые рынки, создать благоприятные условия, обеспечить верховенство закона. Ну, сколько раз об этом можно говорить? Очень часто об этом говорится, и поэтому пришло время, я считаю, в новой команде президента Владимира Зеленского уже приступать к реализации всех этих идей. Следующая идея, шестая, создание стратегического паритета с Москвой. Для нас, для Украины, это очень важно, так как Россия и Москва ведет против Украины национальную войну на уничтожение. И поэтому для того, чтобы нейтрализовать российскую агрессию, важен стратегический паритет. Что такое стратегический паритет? Это сдерживание агрессора и либо потенциального, значит, либо предполагаемого возможного врага при условии сильной армии, экономики, внешней политики и средствам массовой информации, которые ведут информационную политику, отвечающую национальным интересам страны. Иными словами, мы должны создать в Украине такое государство, чтобы Россия, прежде чем сюда напасть, совершить какую-то здесь подлость, еще об этом сто раз подумала и потом приняла решение. Нет, мы лучше, как они вот тут все кричат, мы там будем хохлов мочить, пропаганин и так далее, чтобы они репу почесали и сказали, нет, слушайте-ка, мы хохлов мочить не будем. Почему? Потому что, смотрите, у них армия, вполне нормальная, боеспособная армия, которая обладает, соответствует стандартам НАТО. У них экономика лучше, чем у нас, у них рыночная, реально рынок работает, средний класс в стране появился, как на них нападать? Слушайте, у них нормальное телевидение, обучение, программы, там, люди нас просто возенавидят, ну, нас не поддерживают, нашу агрессию, как это было вот в Крыму, там, на Донбассе, когда там часть, значит, людей, зомбированных, оболваненных, лживой российской пропагандой поддержала вот эти всероссийские преступления. И все, я не скажу, слушайте, ну, если, да, мы их ненавидим, но если мы на них нападем, то они нам такой вред нашей армии причинят, а? Что мы сами, как субъект международного права, потом прекратим существовать. Ведь же у них, обратите внимание, сейчас в Москве идут протесты, там, в Шиесе, в других городах, да, конечно, это протесты, все мелочь, но сам факт, что когда России будет причинен существенный вред, вот в военном именно протестопостоянии будет такой достаточно сильный причинен вред, то там, наверное, начнутся различные спорадические выступления, внутренние конфликты и так далее, это действительно приведет к распаду самой России. Поэтому нужно сделать так, чтобы показать, что нельзя сюда нападать, и все. Потому что иначе тогда Россия просто будет уничтожена, размазана. Вот такое создание стратегического приятета. Вот, ну и седьмая национальная идея Украины, она вытекает уже из всех озвученных мной идей, это лидирование на постсоветском пространстве. Сейчас мы видим на постсоветском пространстве, ну и отчасти, кстати, в странах Балтии, ну может быть там процентов на 20-30, благодаря там путинской агентуре и пятой колонии, Москва в основном влияет на странах постсовка, то есть это Республика Беларусь, являющаяся Российской колонии, Армения, отчасти Казахстан, у Казахстана, кстати, сейчас уже больше суверенитета там, чем у Беларуси и всех остальных стран, ну и какие-то там Среднеазиатские республики. И Киев тогда, когда наберет нормальную экономическую мощь, он вполне способен вытеснить Москву из вот этого, как арбитра вот этого, как вот бывший президент США Барак Обама назвал Россию региональной державой, тогда уже региональной державой становится Украина. Москва уходит уже из геополитической арбиты, что, в общем-то, для нас важно. Вот. И восьмая национальная идея, я хочу сказать, это важнейшая стратегическая идея. Восстановление территориальной целостности Украины в границах 1918-1928 годов. То есть что это значит? Я уже не говорю о деоккупации Крыма и Донбасса. Это вполне естественные вещи. Это мы должны воспринимать как само собой разумеющиеся. Потому что то, что украл вор, оно вору не принадлежит. И Украина все равно эти земли, территории в любом случае получит. Но получив эти территории, Украина и правительство Украины, мы все должны мыслить стратегически. Вот в этом, кстати, наше мышление от русских. В том, что мы, украинцы этнические, я имею в виду, и себя к таким причисляем, мы мыслим стратегически. На период, в общем-то, и на несколько десятилетий. И наши вместе политические задачи нашего государства должны быть в том, чтобы восстановить как раз, то есть включить в свою территорию часть Кубани, то есть Краснодарского края, Ростовской области, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской. То есть это тех областей, которые были в период с 1918 по 1928 годы, когда советское руководство сначала втюхало Крым, часть территории пришлось отдать в обмен на Крым. Потом другая часть территории просто по беспределу была забрана от Украины и включена в Россию большевиками и так далее. То есть все эти территории, они легально остаются, и легально являются украинскими территориями. Я вот более того хочу сказать, свое детство проводил в город Павловске, Воронежской области. Это было начало 90-х, и там местное население разговаривало на суржике. То есть они употребляли в разговорный язык украинизм. Вместо, например, слова «как» говорили «як», вместо «пусть» «нехай» и так далее. То есть мы употребляли украинские слова, и действительно, и в тех районах Воронежской области, раньше, еще до начала 30-х годов прошлого века, было преподавание украинского языка, это были и украинские территории. И мы должны эти территории забрать, они по праву принадлежат нам. Тем более мы видим, что Россия, она будет проигрывать вот это геополитическое противостояние, и гонку вооружений она не выиграет, потому что, да, Путин там воюет в США, как ему видится, он использует сейчас какие-то там немыслимые ядерные испытания, проводит кучу денег вкладывать в свою полицейщину, в суды, в вооруженные силы, там что-то пытается модернизировать и так далее. Но понятно, да, история показывает, что такие страны авторитарные, которые плюс еще к тому агрессивные, они распадаются, разваливаются, потому что не выдерживают, проигрывают это геополитическое противостояние, как проиграл Савок. Такая же точно ситуация будет и с Российской Федерацией. Поэтому, когда Путина вынесут из Кремля, я уверен, что его ожидает судьба Сталина, то тогда Украина сразу же должна заявить, и очень жестко, на восстановление своей территориальной целостности по пределах 18-28 годов. Я думаю, тогда уже у Украины решатся экономические вопросы, придут сюда инвестиции. Но, опять-таки, видите, все же одно из другого вытекает. Поэтому я буду последовательно об этом говорить. Так, перейдем к национальной идее 9 и 10. И уже, так сказать, я буду потихонечку заканчивать. Значит, девятая национальная идея, членство в НАТО и в ЕС. Но это мы не обсуждаем, это, как говорится, само собой разумеющееся. То есть, Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза. И десятая идея. Киев – центр лидерства в славянских странах. Да, действительно, Киев, опять-таки, если мы реализуем все, значит, те 9 идей, которые я перечислил, Киев вполне может стать центром лидерства. Я считаю, что он геополитически обречен быть неким центром лидерства в славянских странах. То есть, иными словами, Европейский Союз может быть разделен на две сферы влияния. Вот что происходит уже сейчас. То есть, будет сфера влияния Романа Германская, значит, Франции, Германии, ну и Великобритании. Значит, возможно, они не будут выходить из Брекшеста, потому что там с Брекшестом тоже у них непонятно. Я считаю, что, скорее всего, их идея выхода из Брекшеста потерпит фиаско, опять-таки, по экономическим соображениям. И поэтому, значит, в будущем Евросоюзе могут быть два центра силы. То есть, центр Романа Германский под руководством Великобритании. И второй центр Славянский. То есть, значит, это страны Сербии, которые тоже, я думаю, в скором времени войдут в любом случае в Европейский Союз, Македония, значит, Хорватия, там, Чехия, Польша, Словакия, Болгария и так далее с центром влияния Киева. Вот. Я считаю, что это будет замечательная конфигурация. Вот. Москва, значит, будет в Москве. При таких обстоятельствах. Потому что Россия распадется там, ну, по, значит, демографическим и так далее различным показателям. Это, кстати, есть что-то и отдельная тема, на которую стоит, в общем-то, ну, провести отдельную лекцию именно вот как раз-таки о распаде России. Но для того, чтобы действительно мы победили над Мордором, Россия распалась, и мы ускорили падение путинского режима, то ключ, что важно, ключ к победе над путинистом находится сейчас только здесь, в Украине. Что если Украина действительно начнет реализовывать все 10 идей национальных, которые я только что озвучил, а именно, значит, я прямо-то назову, как конкретно по пунктам, значит, проведет, значит, качественные, эффективные, административные и судебные реформы, обеспечить во внутренней политике верховенство права везде и для всех, что в дальнейшем привлечет поступление сюда иностранных инвестиций, создание рабочих мест, предприятий, чтобы не отсюда уезжали по, там, от полутора миллионов до миллиона семьсот тысяч в год, а чтобы сюда по полтора миллиона, а то и по два миллиона приезжали людей. То есть люди должны здесь быть, в Украине. Они должны приезжать сюда, здесь работать, снабжать армию. Армия должна усиливаться, значит, сотрудничать с НАТО и так далее. Это важно, потому что без проведения эффективных административных реформ даже, в принципе, и Путин не нужен, потому что будет оригорхат, будет деградация последних вот этих остатков вот рыночной экономики, предпринимательства и всего остального. И просто Путин потом, он заберет Украину даже не военным путем, а просто как хищник. Вот лежал Крым бесхозный, где не было фактической власти, где отсутствовало государство, где были какие-то бандиты, договорники, паханаты и российская агентура. Он просто забрал, как вот, бесхозный кусок. И также он может, в конце концов, если сейчас не предпринять меры, если не делать в Украине никаких административных реформ, то просто Путин может это все дело сразу забрать с помощью своей агентуры и, значит, небольшого силового влияния. И это страшно. И вот в этом, значит, вот в этой, значит, геополитической агрессии российской, которая постоянно от России исходит, а я и подречу вас, она будет исходить постоянно, до тех пор, пока Путин не будет осужден на Международном уголовном потрибунале вместе с его бандой за все свои преступления, агрессии. И обратите, кстати, внимание, я отвлекусь от тем, но хочу ваше внимание обратить, что, значит, все агрессии в современном мире заканчивались приговорами судов. Это приговор, значит, по Слободану Милошевичу, потом, значит, гитлеровские приговоры и так далее. Вот, значит, Третье Рьеха судили, все, значит, Германия сейчас белые и пушистые, провели там, значит, де-энацификацию и так далее. Слободан и Милошевича осудили, все, значит, Сербия тоже сейчас, ну, если бы не было, конечно, там российской агентуры, российского влияния, так она тоже белая и пушистая. Вот, сейчас осудят Путина, да, и потом та территория России, я лично сторонник, ну, так сказать, сторонник той версии, что Путин Россию переживет, вот, что та территория, которая, вот, значит, останется, вот, после России, да, там тоже она будет проведена после приговора суда депутинизация, вот, и она станет такой же, как Германия, белый и пушистый. Поэтому все эти принципы мы должны, мы должны исполнять, то есть, у нас должна быть сейчас на основе вот этих, иными словами, да, я подвожу свое выступление, и я хочу все-таки достучаться, и вот, как раз таки, если реализовать вот эти все, значит, 10 принципов, которые я озвучил, 10 принципов, их не так много, 10 национальных идей, если их озвучивать, да, то мы станем сильным государством, раз, мы станем субъектом международного права, два, мы станем лидером региональным, здесь вот в европейском регионе, в регионе европейского совести, более у Украины есть потенциал, в Украине все есть для того, чтобы стать лидером, вот, что важно, все есть, и море, и леса, и реки, и даже какая-то вот совковая, то, что от совка осталась какая-то промышленность, все для этого есть, то есть, нужно брать, все это дело в руки, себя в руки брать, и реализовать вот эти национальные идеи, все будет отлично, мы действительно станем лидерами, и мы победим в том числе по тенизму, поэтому подписывайтесь на мой канал, распространяйте мое видео, ставьте лайки, и, конечно же, если у вас какие-то вопросы возникнут по поводу национальных идей, я их, кстати, выложу под роликом, после того, когда ролик будет загружен, пишите, я готов на них ответить, всем пока!